Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. Я вышел в этом году замуж за единственного сына среди двух дочерей. Одна замужем, второго ребенка ждет, а второй, которой только 19 лет, и она учится. Мы живем с родителями мужа, проблема заключается в том, что они следят за нашей жизнью, когда муж уходит на работу и почему сделал выходной. А мне, из-за того, что я не особо хозяйственна, за мной тоже следят. Меня это злит, что и свекровь, и свекуру контролируют и указывают нам жить. Проблема вторая, младшая заловка, маленькая стерва, которая делает все только в свою пользу, хотя я ей ничего плохого не сделал, она на меня докладывает, что я ничего не делаю, хотя один раз я заболела, решила не беспокоить ее своими проблемами. Из-за этого был скандал со свекровью, как председлиться и хотеть жить отдельно, если муж хочет с ними жить, а я нет. Честно говоря, ситуация, конечно, довольно драматична. Я не думаю, что вы будете с этим спорить, что ситуация драматична. Она драматична, потому что вы задаете вопрос, как предстать, злиться и хотеть жить отдельно. Так вот, на мой взгляд, ответ здесь только один, никак. Потому что хотеть жить отдельно, на мой взгляд, абсолютно нормально. И злиться, тоже абсолютно нормально. То есть, в вашей ситуации злость абсолютно нормально, ведь нарушаются ваши личные границы. И вы можете, конечно же, терпеть ради, например, любви к мужу, да? То есть, если вы своего мужа любите, то, ну, само собой, вы будете с ним. Но если вы к своему супругу относитесь... не так, то есть, если вам, ну, скажем, гипотетически, мало этой любви, ну, вот так получилось, так вышло. Если вы думаете, что мало вам этой любви, то с этим, как мне кажется, с этим особо уже ничего не поделать. На мой взгляд, в этой ситуации самое лучшее, что вы можете для себя сделать, это определиться с тем, что для вас все-таки важнее. Или быть любимым человеком, или жить так, как вам хочется. Честно говоря, вы не сможете, на мой взгляд, переделать ни своего мужа, которые вполне, на мой взгляд, имеют право, имеют право не хотеть жить отдельно. Вы не переделаете и дочерей, сестер вашего мужа, у которых тоже есть своя позиция, у которых есть свои ценности, и которые, в принципе, делают то, что они сами считают нужным. В этой ситуации только вам решать, как будет дальше складываться ваша жизнь. Конечно, скандалов, о которых вы пишете, могло бы не быть. То есть, могло бы не быть скандалов, если бы вы, например, в них не участвовали. То есть, если бы вы не вносили свой вклад в эти самые скандалы. И в этом смысле можно поисследовать вашу, например, модель поведения. В этом смысле можно поисследовать то, как, к примеру, вы реагируете для того, чтобы в общем и целом, например, это, допустим, как-то скорректировать. Это сделать вполне реально. Если вы, конечно, этого хотите, опять же, тут много, практически все упирается в то, чего вы хотите. Вот. И многое, на мой взгляд, упирается еще и в то, а ради чего? То есть, ну вот вы, допустим, хотите не злиться. Ради чего? Вы хотите, не хотеть жить отдельно? Ради чего? То есть, чтобы что? Понимаете? Такое ощущение складывается, что вы вроде бы как идете за своим мужем. Вроде как. Вроде как. Такое ощущение складывается, что вроде как вы хотите быть с ним. И вроде как вы хотите принять условия, условия проживания с ним. Но как будто бы, как будто бы вам это не удается сделать в прямом смысле этого слова. И вы отчаянно боретесь со своей такой, ну, как сказать, потребностью. Вы как будто бы отчаянно боретесь с тем, что вам хочется. И вот, что вы с этим будете делать? Большой вопрос. Можно ли, например, приспособиться к тому, например, чтобы жить вот в условиях, в обстоятельствах, которые, ну, вам не нравятся. Ну, можно. Приспособиться можно. Только есть большая вероятность, что вы себя начнете таким образом ломать. И вот обычно, когда человек себя ломает, то потом он, этот человек, начинает ненавидеть тех, ради кого он себя ломает. Потому что другие люди этого не ценят. Поэтому спросите, пожалуйста, себя, какие у вас ожидания от того, что вы делаете. Если ожидания конкретные, если ожидания достаточно для вас, по крайней мере, понятны и очевидны, то, на мой взгляд, эти ожидания имеют все шансы не оправдаться. И вот тогда, что будет с вами? Большой вопрос. В целом, я не могу сказать, что в восторге от вашего, так скажем, желания находиться в неприятных для себя условиях, в неприятных для себя обстоятельствах. Не могу сказать, что я от этого восторга. Мне кажется, что совершенно ничего хорошего из такого не получится. Мне кажется, что не вырастает ничего хорошего из позиции, когда люди сами себя начинают ломать. На мой взгляд, это совершенно очевидно. И очень жаль, на мой, опять же, взгляд, очень жаль, что это пока еще не очевидно вам. Я бы сказал, что, возможно, вы в себе не уверены. Я бы сказал, что, возможно, вы привыкли себя подавляться. Я бы сказал, что, возможно, вы даже чего-то боитесь. Но, понятное дело, само собой, что это все лично мои предположения. И, может быть, я не прав. Это нужно выяснять. Это нужно выяснять, и это нужно, конечно же, исследовать. Для того, чтобы убедиться в том, прав я или нет. Для того, чтобы убедиться, верно ли я понимаю ситуацию или нет. В любом случае, так или иначе, это ваша жизнь. И вам решать, как она будет проходить, как она будет протекать. Это вам решать. Вы решите, только вы можете решить этот вопрос. Сами, для себя. Что касается перспектив. То я могу лишь только, основываясь на опыте, сказать, что обычные люди в таких ситуациях расходятся. Расходятся, потому что слишком сильный конфликт, интерес. Слишком сильным оказывается противоречие. Это ведь быть, но быть и все устроено. И есть люди, которые могут смириться, что их личные границы нарушаются на постоянной основе. Но есть те, кто нет. И если вы из тех людей, что нет, то, на мой взгляд, ничего с этим не поделать. На мой взгляд, и не надо с этим ничего делать. Но в остальном, конечно, решать только вам. Никто не может сказать вам, как правильно, как надо. Мне кажется, что это было бы верхом неэтичного поведения. Верхом неуважения к вам. Верхом обесценивания вас. Но в остальном, в остальном, я думаю, что вы сами в себе не уверены. В остальном, я думаю, что вы сами привыкли в себе сомневаться. Если вы как следует подумаете, вы увидите то, как вы относитесь к тому, что происходит. Я думаю, что вы более чем способны на это. А дальше можно пожелать вам только лишь смелости. Можно пожелать вам смелости для того, чтобы сказать об этом. Для того, чтобы выразить это. Озвучить своему мужу. На мой взгляд, нет ничего плохого в том, что вы попробовали и вам не понравилось. Но повторюсь, может быть такое вполне, что любви к мужу вам достаточно. Хотя то, что вы злитесь, говорит об обратном. Простите. Ещё хочется сказать, что бытует мнение, и на мой взгляд, довольно небезосновательное, что семья может быть, ну семья, брак, да, отношения могут быть таковыми, только если не нарушается их личная граница. Совместное проживание с родителями возможно, но только если они уважительно относятся к вам. Если такого уважения нет, то это нереально. Просто семьи не будет, понимаете? Не будет отношений, как таковых. На этом всё. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok